Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с интересными людьми. Мэрии Уильям Этельберет Апплтон, бюро, американская актриса, номинантка на премию Оскар, в 1938 году известная по роли «Доброй волшебницы Север» в музыкальном фильме «Волшебник страны Оскар». Мэрия Уильям Этельберт Апплтон Бёрг, ставшая известной как просто Билл Бёрг, родилась в Вашингтоне 7 августа 1884 года в семье Циркача. Ее семья много путешествовала по Америке, Европе и в конце концов осела в Лондоне. Желание стать актрисой появилась у юной Билли после посещения лондонского Уэст-Энда. С 1903 года она стала играть на театральных сценах Лондона, а вскоре после этого вернулась в США, где за очень короткое время стала успешной актрисой в бродвейских комедиях. На Бродвее Бёрг познакомилась и со своим будущим мужем, знаменитым конферансье Лорензом Зикфельдом, за которого вышла замуж в 1914 году. В 1916 она родила дочь и в том же году дебютировала в кино. Театральная сцена все же манила ее больше экрана, потому что там она могла свободно говорить, чего не могла позволить себе в немом кино. Но после биржевого краха 1929 года ей пришлось по-новому посмотреть на роли в кино, из-за того, что заработать на них можно было больше. В 1932 году Бёрг вновь появилась в Голливуде в фильме Джорджа Кюркера «Билли разводник», где исполнила роль Мэг Ферфильд, мать героини Кэтрин Хёбберн, для которой этот фильм стал дебютным. Во время съемок в этом фильме у Билли Бёрг умер муж, но, несмотря на личную трагедию, она продолжила съемки сразу после похора. Спустя год актриса появилась еще в одном фильме Кюркера, назывался он «Обед в восемь», где также снимались Джон Берримор, Джин Харлоу и Мэри Дресслер. Фильм стал очень успешным, принес Билли большую популярность. В 1938 году она сыграла Эмили Килборн в фильме «Весело мы живем», за роль которой была номинирована на Оскар. В 1936 году MGM выпустила биографический фильм о ее муже, который назывался «Великий Зигфельд», получивший сразу два Оскара. В картине присутствовал персонаж Билли Бёрг, который сыграла актриса Мирна Лой. В 1938 году в возрасте 53 лет Билли Бёрг сыграла одну из самых своих известных ролей – «Глинду, добрую волшебницу Севера» в легендарном фильме Виктора Флеминга «Волшебник страны Оз». Другими известными ролями были фильмы «Отец невесты» и «Маленький дивиденд отца». С 1943 по 1946 год Бёрг была ведущей собственного шоу на радио. Ее ситком «Шоу Билли Бёрг» выходил в эфир каждое субботнее утро. В 1950-е годы актриса появилась в паре телесериалов, а в конце десятилетия, будучи уже достаточно пожилой женщиной с плохой памятью, прекратила сниматься совсем, так как новые роли ей стали даваться с трудом. Актриса не стала 14 мая 1970 года. Она умерла на 1986 году жизни. Ее вклад в кинематограф США отмечен звездой на Голливудской аллее славы. Вот так вкратце из переводной википедии о американской актрисе номинантке на премию «Оскар» в 1938 году Мэри Уильям Этельберет Эпплтон Бёрг. Пока-пока, до свидания, смотрим фото. Субтитры создавал DimaTorzok